Танцуем вместе, подай эту песню, танцуем вместе, подай эту песню. А потом некоторые удивляются, почему Женя Плющенко проиграл вонючему Лайсичеку. Ну вот на этом турнире было нечто. Ну к счастью, все завершилось благополучно в конечном счете, но все-таки это даже не то, что тревожный звоночек был, а очень хорошее напоминание о том, как все устроено и как работает. А началось все где-то, наверное, 3 года назад, или даже 4 уже, когда на юниорском этапе Гран-при, по-моему, это была Литва, там появилась фигуристка из Южной Кореи, которую зовут Елем Ким. И тогда она впервые среди вот этих всех зарубежных юниорок получила за произвольную программу 130 баллов. Тогда это было безумие. После этого это продолжилось на чемпионате мира среди юниоров, где одна американка украла у нас бронзу. И если вы посмотрите на прокаты, те прокаты Елем Ким, вот этой вот американке и вот этой вот фигуристке, которая выиграла на этом турнире серебряную медаль, вы заметите подозрительное совпадение. И это, кстати, наименьший зол, потому что если бы были совпадения, которые были выдающиеся, то это было бы классно. А вот когда совпадение нехороших программ, а какой-то блевотина, вот здесь уже не все так здорово. Так вот три вещи, которые объединяют все эти три проката именно в произвольной программе. Первое. Это обязательно какая-то американская блевотная песня из мюзикла, и при этом пустая программа. Кроме прыжков и катания туда-сюда там ничего нет. Второе. Все сложные прыжки, ну в данном случае каскады, то есть либо каскад, либо несколько каскадов, расположены в первой части программы и идут первыми прыжками. И третье, здесь уже положительно, это, конечно, качество исполненных прыжков. Да, каскады легкие, да, они в первой части программы, но вот опять же, если вы сравните этих фигуристок, вы заметите, что они очень похожи телосложением, и вот странным образом за счет этого, казалось бы, должны быть какие-то корявые прыжки. А вот у них они получаются именно качественно исполненными, и с такой хорошей инерцией на выезде, прям таким мягким выездом. И именно по этой причине, даже без сложных заходов, даже без сложных выездов, им дают огромное гуе. И здесь не поспорить, потому что по правилам, если прыжок выглядит действительно здорово, с таким мягким, хорошим выездом, с хорошей инерцией, то здесь и должны быть большие гуе. Так вот, еще раз вот эти три вещи. Первое. Убогая программа, где одни прыжки и просто катание туда-сюда, с закосом под какую-то североамериканскую нудятину. Второе. Сложные каскады в первой части программы. У них у всех это первый же прыжок. При этом, опять же, не сложного захода, не сложного выезда. И третье, это положительное, это качество исполненных прыжков. Если мы пойдем дальше, затронем катание и презентацию, ну, пожалуй, из вот этих трех фигуристок лучше всех будет Елем Ким. У остальных полная беда, особенно вот у этой Йожен Пак. Абсолютно одно и то же выражение лица на протяжении всей программы. Но даже это ладно. Если бы кто-то из них действительно хорошо катался, тогда можно было на все закрыть глаза, потому что качество исполненных прыжков плюс хорошее катание, это было бы уже здорово. Но они-то и катаются все хреново. Абсолютно никаких сложных шагов. Просто туда-сюда и стороны в сторону. И в итоге у нас получается, что посредственная фигуристка, без презентации, с нулем презентации вообще, со слабым катанием, с каскадом 3-3 в первой части программы, с вот этой убогой североамериканской музыкой, которую до нее катали ее же соотечественницы, по произвольной программе проигрывает 72 сотые балла фигуристки с пятью четверными прыжками. Ну да, там у Саши были ошибки, падения, но все равно сам факт того. Это прикиньте, если бы наши все фигуристки так же, все сложные каскады прыгали бы в первой половине программы, даже не думали о сложных прыжках и катались бы под вот этот мусор. Спрашивают, действительно, от чего тогда напрягаться. Так что вот так 72 сотые балла. Называется «Привет из прошлого». «Буду повторять день за днем, у тебя плохое владение коньком». Буду повторять день за днем, у тебя плохое владение коньком.